Одна женщина зашла в мясную лавку. Там висели десятки куриных тушек. Она начала выбирать. Подняла одну ножку, понюхала, другую ножку, понюхала, подняла крыло, понюхала. Так она переходила от тушки к тушке. К ней подошел мясник, похлопал ее по плечу и спросил, «Дамочка, а вы сами-то прошли бы такой тест?» «Вы его не пройдете». Поэтому не нужно подходить ко всем и принюхиваться, что с ним не так, что с ней не так, что не так с тем или с той. Все немного попахивают. Да, каждое дерево, каждое растение так или иначе уходит корнями в грязь. Вопрос только в том, появятся ли на них ароматные цветы. Вопрос только в этом. Если корни растения будут идеально чистыми, на нем не появится ничего замечательного. «Находимся ли мы в процессе трансформации?» Потому что такова природа жизни. «Являемся ли мы непрерывным процессом трансформации?» Потому что все остальное им является. Все остальное на планете находится в процессе трансформации. «Являетесь ли вы процессом трансформации?» Это большой вопрос. Если вы отвечаете уверенным «да» на этот вопрос, все остальное не будет иметь значения. Если же вы — стоячий омут, и каждый день запутываетесь то в одном, то в другом, и находите этому неискреннее оправдание, тогда вы — безнадежный случай. На этой планете вы — пустая трата времени. Когда я говорю «трата времени», я имею в виду трату жизни, потому что ваша жизнь — это просто время. Вместо вас могло бы жить другое существо. Кузнечик прыгал бы с большей радостью, чем неискренний человек. Да или нет? Мы могли бы сделать из вас миллион кузнечиков или бабочек по весу тела. Да или нет? Если вы не способны на что-то лучшее, чем другие существа, тогда нам незачем здесь находиться, потому что мы — очень дорогостоящая жизнь. Да или нет? Мы — очень дорогостоящая жизнь. Мы дорогостоящие во всех отношениях. Нам надо поесть, поспать, погулять. Сколько всего нам нужно? Да или нет? От обуви и одежды до знаний, чего нам только не нужно. Я никогда не видел, чтобы где-нибудь в лесу была кухня. Но там все хорошо питаются. И слона, гуляющего в ботинках, вы тоже не увидите. Очень дорогостоящая жизнь. Настолько дорогостоящая, что это существо обязано делать что-то лучшее, чем любое другое существо на планете. Мы как вид, как человеческая раса, совершили много ужасного. Много чудесного тоже. Но на каждый прекрасный поступок приходится, по крайней мере, один ужасный, если не больше. Духовный процесс означает, что изо дня в день вы убираете из своей жизни что-то ужасное. ужасная мысль, ужасную эмоцию, ужасное слово, ужасное действие. Каждый день. По одному в день. Через месяц или два вы станете замечательным человеком. Я вас недооцениваю, когда думаю, что у вас всего 30 ужасных вещей. Самое ужасное в людях то, что они сильно озабочены своими переживаниями. Они не видят той боли и тех страданий, которые выпадают на долю другой жизни. Они не чувствительны к этому. Быть бесчувственным — это самое тяжкое преступление, потому что, если бы мы были чувствительны не к эго, а к жизни, если бы мы были чувствительны к жизни, мы бы сделали все, что в наших силах. Если мы чего-то не можем, что здесь поделать? Мы не можем этого, вот и все. Но то, что мы можем сделать, должно произойти. Вы слышали про Судан? Потому что есть два Судана. Да? Есть два Судана. Суданский народ. Так говорят. Я не специалист в этом вопросе, но говорят, что большинство суданцев имеет индийское происхождение. Они до сих пор едят досу. У них очень похожая культура. Они очень похожи на индийцев, которые смешались с населением Северной Африки. Это произошло несколько тысячелетий назад. Один суданец отправился в Марокко на верблюжий рынок Маракеша. Очень известный верблюжий рынок. У нас в Индии тоже есть такой. В Раджастане, в Пушкаре. Он хотел продать своего верблюда. На рынке он увидел, что все другие верблюды гораздо крупнее его собственного. Он огляделся вокруг. Все верблюда были крупнее. Тогда он спросил одного бербера. Берберы — это племя, от которого происходит слово «варвар». Он спросил бербера, который сидел со своими большими верблюдами. «Почему твои верблюды такие большие? А мой почти в два раза меньше». Тот ответил, «Все очень просто. Я вижу, что твой верблюд не кастрирован. Если его кастрировать, он вырастет большим». Суданец спросил, как мне это сделать. Тот ответил, «Все очень просто. Возьми два кирпича и разбей ими яички верблюда». После этого он вырастет большим. «А это не больно?» спросил суданец. Бербер ответил, «Совсем нет. Я тебе покажу». Он привел одного верблюда, взял два кирпича и ударил где надо. Верблюд закричал от боли и убежал. Суданец спросил, «Ты же сказал, что это не больно». «Ну, больно будет только, как и если палец попадет между кирпичами». Вы очень чувствительны к тому, что происходит с вами, но почти не чувствительны к тому, что происходит со всем остальным. в таком состоянии наиболее прекрасная природа человека не сможет найти проявления. Вы должны стать чувствительными. Необходимо понять, что дерево, цветок, птицы. Все существа очень чувствительны ко всему, что происходит вокруг них. Они не будут причинять кому-то вреда, если только не проголодаются. Да? Они никогда не убивают просто так. Только ради пропитания. И они очень чувствительны к жизни. не в том смысле, как вы это понимаете, не эмоционально, а просто восприимчивы к жизни. Ни разу еще ветка этого дерева не опускалась вниз и не била кого-то во время Даршина. Будьте осторожны. Либо ради пропитания, либо с целью самозащиты, иначе никакой животной, никогда не сделают этого просто так. Поэтому люди должны немного эволюционировать. эволюционно-развитами, чем другие существа, которые полагаются на свою силу, по крайней мере, как наши ближайшие родственники. как минимум настолько. Да, я знаю, в мире идет борьба за ресурсы. Конкуренция существует за все. И время от времени будут возникать отдельные трения. Я не настолько наивен, чтобы этого не понимать. Но я хочу, чтобы вы хотя бы устранили трение внутри себя. Пусть это и не принесет вам прибыли. Трение возникает или нет? Просто вы принюхиваетесь каждой куриной тушке. Но сами не пройдете такую проверку. Субтитры создавал DimaTorzok